Битва инсталляторов Вопреки вашим ожиданиям инсталляторы не стали друг друга бить, а сделали некоторое подобие инсталляций, про которые мы сегодня поговорим подробнее. В официальной группе пионер, которая называется пионер-официальная группа, размещено 4 инсталляции, они называются конкурсные работы участников. Ну то есть я так подозреваю, это не финалисты, это вообще все участники. И было подозрение, что не очень много людей за такой короткий срок сможет собрать аудиосистемы с нуля и только на компонентах пионер. Ну ладно, первый блин как говорится комом, ну да ладно, у нас есть 4 претендента, мы уже знаем кто занял первое, второе и третье место, но рассмотрим всех 4 участников по порядку. И начнем мы со схем. Итак, первая схема, я бы ее назвал, все правильно, все правильно, так что аж скучно, ну, что тут вот можно затроллить, тут нечего троллить, у нас неплохое устройство головное, непроцессорное, но тут процессор и не нужен, у нас усилитель 4 канальный, двухполоска через кроссовер и сабвуфер, все четко, все просто, эскив, эскив начального уровня, я бы так сказал. Очень достойный пример начального качественного инстала. Следующий претендент, я бы назвал мультиков дохуя, баса нихуя, вот почему в этой системе есть телевизор, но нету нихуя сабвуфера, а? Ну, видимо, либо не было места, либо участник один из вот этих людей, которые говорят, мне не надо, чтобы много басов было мне потихоньку, не надо, чтобы кишки выворачивало так, ну, Ну, про выворачивание кишков тут, конечно же, можно забыть, но и баса вы тут не услышите, наверное, именно поэтому, забегая вперед, этот участник и не занял никакое место, а вот следующий участник у нас занял какое-то место, И он не мог его не занять, потому что тут все утыкано пионером нахуй, все, есть серединка спаренная, мидбас, пищалка, два сабвуфера, три усилителя и процессорный магнитофон. Вот, круто, скажите вы, соглашусь, хорошая инсталляция, что бы я изменил? Я бы поставил два мидбаса и одну серединку, и вот эти пищалки большие я бы заменил на лучшие две пары маленьких, мне больше нравится, как они играют, но это я уже придираюсь. Ну, троллить нечего, скажите вы, вернемся позже к этой инсталляции, и участник, который наиболее мне симпатичен из всех, скоро вы поймете почему, заху**ил 4 коаксиала, которые играют от магнитофона. Все, вот она инсталляция века, 4, как взяла, в передних и в задних дверях, и магнитофон, ну а зачем ставить что-то лишнее, ну там, вы скажете, это, наверное, все аккуратно поставлено, это инсталлятор, это битва инсталляторов, ну хуй, вы угадали, сейчас мы посмотрим, как эта простая система установлена. Ну, начнем по порядку. Первое место у нас занял Пронин Максим, из города Железнодорожный, и тут как бы вот все круто, ну я уже сказал, да, что я поменял бы два медбасса вместо одного, и одну середину вместо двух, там, ну это вы все поняли. И тут как бы все хорошо, ну зачем багажник выглядит, как мягкая комната в психушке, да еще и с красными нитками, чтобы об нее больше хотелось биться башкой. Конечно, вы все можете сказать, что взрослый мужик, который говорит на камеру с котом, скорее всего, видит в этом багажнике мягкую комнату в психушке, а это все не так, это стиль и все такое, ну идите вы нахуй. Мне кажется, что это мягкая комната в психушке, к сожалению, компания Пионер нам не показывает, как это все инсталлировано, хоть это и называется битва инсталляторов, но мы не видим ни прокладку проводов, ни заделку концов, ничего. В этом роде мы видим схему и конечный результат, и к сожалению, конечно, не можем это послушать до выхода видео всех этих систем, но едем дальше. Первое место у нас мягкая комната в психушке, громкая и мне нравится, короче. Второе место занял Чаусов Владимир из города Камин-Шахтинский, недалеко, кстати, от нас. Тут, и как уже сказал, очень правильная система начального уровня, двухполоска через кросс, магнитофон, усилители с собой, все ничего лишнего. По инсталляции мы также не видим никаких излишеств, или ляповатости, или какого-то рукожопия, все нормально, красиво, четко. Не очень хорошо виден САП с усилком в стелсе, как исполнено. Ну, судя по вот этим фотографиям, все выглядит качественно, красиво, короче, мне не нравится, потому что нечего трогать. Хорошая инсталляция, и ничего больше про нее не могу сказать. Она занимает второе место. Перед тем, как показать вам третье место, ну, по моему личному мнению, победителя этой битвы инсталляторов, я вам покажу того, кто не занял никакое место, ну, то есть, назовем его четвертое. Эта инсталляция, как я уже говорил, называется мультиков дохуя, баса нихуя. Почему таким образом было сделано? Я думаю, скорее всего, человек не успел к финалу битвы инсталляторов установить сабвуфер, но видим то, что видим. У нас двухполоска через кросс, и от башки другдиного это все питается. Бюджетно можно смотреть мультики, мы слышим звук, но не будет у нас никакого баса. По самой инсталляции троллить особо нечего, кроме того, что машина с правым рулем, а для владельцев машин с правым рулем это даже и не троллинг. Поэтому переходим к третьему месту, но, по моему личному мнению, победителю этой битвы, и так, внегласный победитель битвы инсталляторов, который официально занял третье место в Арсимашвили Дато Зауревич из города Полевской. Тут у нас четыре коксела и магнитофон. Все вы знаете, что слово антиавтозвук стало уже нарицательным и обозначает не столько кривые инсталляции, над которыми можно поржать, сколько культ. Это люди, объединенные одной общей идеей. Раньше, наверное, эту идею никто не произносил вслух, я попробую. Итак, нам похуй, как это выглядит. Нам похуй, что об этом думают. Главное, напихать побольше колонок. Колонки должны быть исключительно те, что есть в наличии, либо те, что подешевле. Они должны быть установлены не стандартно, не по правилам. Зазоры должны быть максимально большими. Сечение проводов не имеет никакого значения, но безопасность похуй и так далее. В общем, мысль вы поняли. Антиавтозвук это антиавтозвук. Инсталляция, которая занимает у нас третье место, достойный пример одной из лучших инсталляций антиавтозвука. Почему? Во-первых, по какой-то неведомой причине, владелец этого автомобиля решил прикрутить коаксиальные динамики прямо к обшивке. Классики. Деревянные проставочные кольца не нужны. Решил он. Либо он про них не знал, либо у него сломался электролобзик, либо у него его вообще нет. Но динамики он заху**ил прямо к обшивке. Магнитофон. Один из самых доступных, что можно найти сейчас на рынке. 170-й пионер, который выполняет все функции, стоит дешево. Вы можете заказать его на сайте, вы, короче, поняли. Реклама вся ху**а. Магнитофон дешевка. Но он играет флешку, и поэтому он был установлен в эту аудиосистему. Но с небольшими зазорами. Зазоры вы видите, потому что в этом месте, видимо, не было отверстия под магнитолу, либо оно было слишком узким. Ну и владелец его расширил доступными средствами. И судя по этому зазору, эти средства были, скорее всего, зубило с молотком. И на этом инсталляция заканчивается. И это очень печально, потому что я уверен, если бы нам показали больше фоток, мы бы могли больше затроллить. Но это все, что мы видим. И этого, в принципе, достаточно. А теперь я скажу пару слов, почему я считаю, что это победитель. Вы видите, что это простой человек, без какой-либо подготовки, без бюджета. И делал он это явно своими руками. И он участвует в битве инсталляторов. Где вы, инсталляторы, которые сейчас в комментариях троллят этот проект? Где вы, блядь, где ваши инсталляции? Вот человек не засал и выложил, и занял третье место, и получил призы. А вы, инсталляторы, только и можете, что, комментировать такие проекты и писать, почему она попала на битву инсталляторов? Потому что хозяин не засал. А вы засали. Вы только комментарии не сытите писать. Кстати, я тоже сейчас этим грешен? Ну да ладно. Короче, я считаю, что вот этот человек заслуженно побеждает в битве инсталляторов. Это мое личное мнение. Что за что проголосовал народ и компания Пионер. Я понимаю, что там вот эта инсталляция с кучей колонок. Это все очень громко и красиво и дорого. Но вот этот пацан, он заслуживает особого уважения. Просто потому, что у него есть характер. Он поставил автозвук и показал вам этот автозвук. А вы сейчас будете писать комментарии. Хорошо это, плохо. Вы не делаете нихуя, а он делает. Вы это должны понимать. Поэтому битва инсталляторов первый этап. Я считаю, аху**ный. Мало участников, да. Не такие уж красивые и необычные инсталляции. Но это первый этап. Первый блин, как говорится. Поэтому компании Пионер хочется пожелать проводить такие конкурсы дальше. Но немного более гибко. Ну там, например, пусть 50% будет Пионер. Или сабвуферное звено, не обязательно, чтобы было Пионер. Ну так далее. В общем, надо какую-то гибкость внести, чтобы было больше участников. И тогда, я думаю, будет интересней. А пока спасибо участникам. Спасибо организаторам. Спасибо Басику. Подписывайтесь там на нас и на Пионер. Короче, там на всех. Пионер нам проплатили кучу бабла. Сказали, если вы сделаете вот такой вот обзор, то мы вам дадим сабвуфер. Но Саша не стал делать обзор. Сделал обзор я. Поэтому, скорее всего, нам кучу дадут. Ну, короче, зато весел. Подписывайтесь, ставьте пальцы. Там всё вы знаете, что делать. Басика давно не было. Это была рубрика Плюс 100500. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok